всем привет с вами проект soul finder и сегодня у нас в студии классика от adidas эта коробочка adidas originals и очень горячий новый релиз adidas streetball streetball появились вчера в продаже в четырех расцветках релиз состоялся по всему миру и это переосмысленная классика это кроссы 90-х годов на современный лад они выполнены в достаточно классической стилистике но при этом это стритбол стритбол в них чувствуется это и видно если вы сейчас в поисковике вобьете adidas streetball original не originals original вы увидите что отличает в первую очередь вот этот силуэт он такой стремительный вы видите застре заострение носовой части заостренные углы здесь на вот этих подъемах это достаточно заостренные углы на adidas streetball original это округлые части они намного более массивные при том они еще и высокие это кроссы три четверти пять восьмых ну не низкие они низкие они стильно полу низкие и вы видите сейчас перед собой переосмысленную классику во всех отношениях и в материалах потому что здесь используется немного старческого немного молодец кого и сейчас я более детально про них расскажу визуально опишу и внизу есть ссылочка я купил вчера эти кроссы в официальном магазине adidas и могу предложить воспользоваться своей картой лояльности lidas universe номер написан приходите пользуйтесь заказывайте через сайт 20 процентов скидка только так стоят они 9000 рублей минус 20 процентов примерно 7 200 я выбрал себе пару по двум причинам именно эту расцветку первое это конечно кожа я не знаю даже как объяснить молодежи что сейчас существуют люди которым нравится кожаная обувь что они испытывают в ней потребность вот я такой человек мне нужна кожаная обувь нет не имеют что вся моя обувь должна быть кожаная нет но наличие кожи на некоторых кроссах она накидывает баллы и я эти кросс купил только потому что они мне понравились я честно говоря не собирался их брать второй момент который меня но не то чтобы зацепил я к нему готовился это система амортизации это light strike который уже используется на модели next level это амортизация которая будет на дэймах четвертых пардон пятых пардон шестых забыл каких и хардонах четвертых которые мы недавно освещали я думал что стоит в общем попробовать хардон и light strike но решил взять себе стритбол и пробовать по ощущениям именно на них вот именно на них вот с таким вот акцентом и так давайте чуть детальнее расскажу кожаная носовая часть кожаные грани вокруг шнуровки окантовка в области пятки это настоящая натуральная супер крупно-гранульная кожа высшего качества мне она очень нравится она супер приятно на ощупь и помимо прочего их можно гонять и в мокрое время года и в холодное время года и пусть вас не смущает наличие вот этих вот отверстий на втором башмаке я вам покажу почему не стоит вот эта носовая часть в виде как она укреплена захлёстом второго слоя на оригинальной модели еще более массивный нахлёст идет здесь достаточно низкий потолок не как в изи 350 но нечто похожее и если я обычно ношу десятку найковскую us то эти я взял девять с половиной потому что по длине общем-то запас еще был с внешней стороны вы видите немного замши такого промышленного нубука вот эта штука вообще резиновая резиновая достаточно плотная такой акцент выделенный полоски может быть 3м кстати светоотражающие может быть не знаю и вот это ложная сетка начали догадываться уже шнуровка шнуровка я себе недавно зимний асикс взял вот такая же шнуровка две широкие полоски нейлоновых одно сквозное отверстие в передней части и очень крутая система фиксации в верхней части здесь три отверстия я использовал пока только одно эта штука резина вот именно вот этот захлёст и шнурки вообще не елозит туда-сюда то есть они фиксируются зажимаются и очень хорошо сидят логотип текстовое написание adidas на язычке на оригинальной модели написано street ball петля для надевания в области пятки вы видите такую подушечку с некими точечками точечками для дополнительные для дополнительного комфорта никакой экстра фиксации здесь конечно же нет они достаточно мягкие в области 5 пятки видите еще нечто вроде замши и подошва подошва имеет небольшой латеральный выступ очень грубая очень грубый протектор насколько они сейчас подойдут для игры на улице я не знаю ну лайт режиме можно будет гонять потому что очень плотно и резина и сама жесткость есть и амортизации есть поэтому в баскет них вполне возможно поиграть здесь протектор типа елочки и здесь выступающий light strike который должен прийти в баскетбол очень массово и заменить там boost заменить boost не знаю сможет ли кто-то заменить boost и вот текстовое написание light strike так достаю второй башмак предварительно расшнурованный чтобы на нем показать вам внутренний мир внутренний мир даже биржки не срезал и так вы видите неопреновый язык имеет крепление дальнем краю здесь можно пропускать шнуровку это отверстие и почему я говорил про ложную сетку то есть вот эта сетка я боялся что она будет такая вентилируемая и их не погонять осенью но нет у нас цельный корпус и здесь не пахнет вентиляции даже активной то есть она какая-то будет но не активная поэтому их смело можно будет использовать осенью чем я собственно и собираюсь заняться в ближайшее время сейчас доступно 4 расцветки светлые я не рассматриваю для себя но рекомендую тем кто любит светлые расцветки еще одна была замшевая опять же московская зима не позволят их использовать по полной программе и в ближайшее время мы ожидаем еще десяток расцветок включая желтую такую желто-оранжевую апельсиновую кожу включая расцветку military это замша оливкового цвета очень круто и конечно конечно если вы еще не слышали изи расцветка изи solar red те самые canny west конечно принимал участие в этом подколе nike я думаю и если что претензии наверное направят всех себя это расцветка еще не появлялась на ногах но уже есть в каталогах официальных вы можете поискать идида стритбол изи и увидите этот шедевр друзья с вами был серж это отличный претендент на ближайшую осень зиму возможно и весну и мы еще много они будем слышать оставайтесь с нами до новых встреч а